Сейчас Пауэршотом будет Мушу сносить крипов. Да, и вот он, глиф фортификации. Пошел глиф, Дэнди уже появляется, но вышка-то проседает. Вышка проседает, с этим уже ничего не поделать. Хороший шекл. Те, кто на чистую карту связал. Слушай, вот прошлое все начиналось ровно с этого же. Дэнди идет атаковать, а Мушу на разврате начинает вешать паща. Дэнди прям на хг зашел на вражеский. Дэнди, кстати, я вот обратил внимание, тем же Пауэршотом сейчас почти урона не наносит. Хотя, возможно, из-за того, что я дожимаю до конца. Я, кажется, начинаю понимать, почему Дэнди не пропушил до сих пор. Кто что? Дэнди, Дэнди, Дэнди. Почему не пропушил? Потому что вот он сейчас абсолютно всех крипов до башни начинает расстреливать своих. И только не доходит. Ну, то есть парень увлекся. У него, да, у него 32 заданайных против 14 заданайных у Муши. Следовательно, ну да, запушить так проблематично весьма бывает. Так, забирает, кстати, он дабл дэмэдж. Вот через ДД уже можно пытаться и набрить. Правда, опять же, нужен шекл, нужен хороший шекл. 28 минут. Казалось бы, Виндранер. Вот прошлая игра закончена на третьей минуте. Вторая левела, третья левела и все, конец. Сейчас же 16 левел против 15, 28 минута, третий Дагон и вторая Некра. До угрейдов осталось от 300 голды. Да, там скоро уже будут третьи Некра, то есть там с ними воевать будет вообще неприятно. Четвертый Дагон, ты знаешь, что же такое. Да, согласен, согласен. Но, понимаешь, тут прикол в том, что Дагон, вот ты потратил, да, в свой прокаст. И все, пользы от него нету вообще. А как же 33 дэмэджа с 5 Дагона? Ну, все равно, все равно 33 дэмэджа, но это не то, что там будет сносить 1600 хп у Виндранер. Ну, поэтому ты можешь сдать его дважды с таким-то кулдауном. Ну, каким там кулдауном? Ну, вот у 5 Дагона кулдауном. Ну, 15 секунд. 15 секунд, он будет разве кулдаун? Не, ну, когда это будет все в затяжной переходить, то да, конечно, это очень серьезный показатель. Вот, Дэдди, пошел, давай, давай, с ДДшечкой вышечку ломай. Есть Дагон 4. Дагон левел 4 действительно появляется сейчас. Пишут, Каспер, иди спать. Следующий коммент, он уже выспался. Нет, спасибо, я не голоден. Мне кажется, стоит просто вот сейчас Виндранер, сломать вышечку и отойти. Готовы третья Некра. Вставляться под связочку вообще никак нельзя, потому что можно потерять всю ману. Так, Шекл, хорошо, посмотри, как пробивает здесь Дэдди, вот это сильно-то как, и тп аут. Вот это да. А почему Муши отпустил пауэршот там на... через полсекунды? Чтобы попасть. Попасть пальцем в небо. Птп шучимся пацану. Ну, в общем, в любом случае, мы видим, Некра начинают резать вышку. Причем, несмотря на то, что Дэнди лидирует по фрагам, мы-то знаем, что игра заканчивается либо, когда один из игроков набирает два фрага, либо, когда сносится Тир-2. А тут Тир-2 уже горит. И стоит забывать, что у Некров, как там, Heavy Armor в первой дотке, здесь он точно такой же, и Тавр его совсем не пробивает, то есть даже если у вас нету базилы, по Некрам, вот по их там 600 хп надо лупасить, 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 и ничего ты башней с этим сделать не можешь. Так, ну вот продолжает у нас тут Дэндик заливать, отвечают ему, конечно же, Муши, Муши 700 голды, а дальше-то что, вот есть Некра, хорошо, а дальше что собирать? Дизоль. Дизоль. Ну, минус армор, делаешь по Тавр, да, 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 согласен. То есть, надо дать одну тычку, пустить Некров, раз и через два, Тавр сломается. Вот даже сейчас можно уже плевать на пофигу, что там вот крипов нету. Вызывать Некра, пушить Тавр и выигрывать игру. Так, опять же, размен пауэршотами. Так, Дэнди, Дэнди, ты посмотри, Дэнди сильно проседает. Пошел Виндран. Просто всегда вот так опасно воевать, потому что некоторые... Ну, Шекл поймаешь какой-то, да, халявный. Просто владеет силой. Силушка богатырская. Ну, как она называется, короче, мы на Берна. Ну, вот-вот, горит сейчас. Оооо, и Дэнди погибает, но это ГГ. Да, Дэнди. Это 1-1, но он сдается, и Тавр 2 падает. Поздравляем, Муши, с выходом в финал. Получается. Да, да, да. 2-0 по партиям. 1-1 по фрагам на этой карте, если кто-то неправильно понял. Но 2-0 по... Значит, этого Муши побеждает, конечно, Дэнди сдался. Он вылетает, и Муши в финале. Феррари, его соперник вроде как матч перенесен, я читал где-то об этом. А чего матч перенесен? Что-то не срослось, знаешь. Ну, там Феррари с кем-то вроде должен был играть. А с Му, да, Му и Феррари должны были играть. А вот нам, благодарит нас главный админ того, что мы были сегодня с ними, всеми. Что вы были сегодня с нами, всеми. И, собственно, может даже, наверное, никуда не расходиться, потому что мы скоро вернемся. Да, друзья, мы действительно вернемся часов через 9 ориентировочно. Сейчас все отправляются по домам спать, отсыпаться впереди. 3 дня потных, вот этот групповой этап. Да, потом 2 дня отдыха. И кто-нибудь сыпать, 13 матчей на каждого. Это будет сильно. Ну, нам с тобой будет проще, намного проще. Нас будет двое. Ну, кого-то тоже будет двое. Кого будет двое? Ну, потому что Майл один, один Матрикс, ты один, Глад один. Но есть я, это я с тобой, есть Версута, он тоже, допустим, с кем-то будет. Версуту не пустят, может быть. Сфига ли. Ну, потому что тут тоже идет... На один его пустили, значит, у него будет билет. Ну, может быть, да, может быть. Поэтому он сказал, слушай, билет у меня есть, все будет хорошо, поэтому... Так, что, ты уже готов ехать домой? Смотри, какой шустрый. Ты уже спит стоя. Мы только что... Я тоже только что заснул в эфире, но ничего страшного. Нет, я просто немножко всхрапнул. Бывает, бывает. Ладно. Дэнди, видимо, тоже. Все, мы погнали. Да, вот Майл тоже сказал, что Дэнди, походу, там тоже засыпал. Увидимся с вами совсем-совсем-совсем. Скоро. Скоро, да. Мне тут все уже писали. Не спи, братишка. Да, Экстримчик написал. Видел я этот турнир... Маши фразы написал. Да, видел я этот турнир в разных местах. Ну и действительно поздравляем мужа с выходом в финал турнира 1 на 1. И еще раз скажу вам всем, друзья. Сегодня, уже сегодня, да, мы продолжим смотреть... Точнее, мы только начнем смотреть турнир The International 2013. 16 лучших команд мира. 16... Ну, я вот сейчас вам показываю таблицу, как все будет. Только вместо вот этого wildcard в конце будет у нас команда... Веремучих змей. Да, Rattlesnake. Вот сейчас я вам покажу, как это все выглядит. Вот, вот так выглядит турнирная таблица. Группа А. Dignitas, DK, Fnatic, LGD China, Maus, M.U.F.C., Na'Vi и Zenith. И в группе B. Alliance, Invictus Gaming, LGD International, Liquid, Orange, Rattlesnake, TongFu и Virtus.Pro. Все эти команды мы увидим в ближайшие 3 дня в кровопролитных боях. Как уже говорил InMate, будет 4 параллельных стрима по 12 игр на каждом. По 6-бо 2 матчей. И, ну, я даже не знаю, что можно добавить. Меня просто смущает, что если мы даже начинаем в 6 пакетс, то мы заканчиваем в 6. Ну, где-то так, да. В следующем пакетс, то есть опять будет 7 пакетс. Нет, на самом деле, на прошлом International задержек не было вообще. Мы ушли... Нет, я подозреваю, что их тоже не будет, просто мало ли как пойдет игра. Да, да, да. Ну, вот я говорю, как было на прошлом Инте, у нас самая большая задержка была 40 минут в результате всех матчей. То есть игры начинались очень быстро, очень быстро пересаживались команды, за что огромное спасибо оргам Инта. И спустя эти 3 дня, будет у нас 2 дня перерыва перед плей-оффом. Мы в это время вылетим в Сиэтл всей своей бригадой комментаторов русскоязычных. Только Версута с нами не будет, к сожалению. Но... Так уж получилось, что наши ребята очень долго выдают паспорта. Просто немного не успел. Ничего страшного, у нас еще ни один International будет впереди, так что не волнуйтесь, еще успеете насмотреться на всех нас. Увидимся с вами через где-то 10 часов. Ну, да, да. Не забывайте подписываться на наши паблики ВКонтакте, на Твиттера, потому что только там вы можете следить за всеми новостями. Также не забывайте посещать сайт сарладер.тв. Да, и не забывайте подписываться на все наши нуба паблики. Увидимся с вами совсем скоро по ту сторону сетевого кабеля. Пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok